Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ведущая Христина Стэц. Главная диалоговая платформа Восточной Европы. 7-8 июня пройдет форум Ukrainian ID. Он забирает влиятельных интеллектуалов, дипломатов, политиков, общественных деятелей Украины, Европы и Соединенных Штатов. Форум проходит ежегодно в Каневе. Тема ближайшего форума – революция ценностей. Подробнее о том, какой будет программа в этом году, почему Ukrainian ID называют украинским довозом, я спрошу у моей гости. Это президент Фонда гуманитарного развития Украины, основательница международного экономика гуманитарного форума Ukrainian ID Наталья Заболотная. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Я для начала хотела бы, чтобы вы рассказали и мне, и нашим зрителям, для чего был создан этот форум, в чем задача, функция, я бы даже сказала, миссия вот этого форума Ukraine ID. Это, как сказал посол Канады, который был членом борда первого форума, говорит, мы поняли, что после форума, что это единственный форум в мире, который объединяет в себе экономику и гуманитарное развитие. Мы абсолютно уверены, что не может быть успешной экономики в стране, где общество терпит гуманитарный дефолт. И поэтому мы создали такую независимую диалоговую платформу, ежегодный форум Ukrainian ID, который ежегодно собирает опинин-лидеров, визионеров Украины, мира, Европы, для того, чтобы обсуждать план на завтра. Наверное, мы все устали от того, что Украина есть заложница чужих планов. Будучи самой большой страной Европы, мы всегда пытаемся к кому-то ехать в гости, на минские договоренности, инвестируем миллионные евро для того, чтобы создать украинский дом в швейцарском Давосе. Мы решили создать такого уровня платформу, чтобы мир приезжал к нам, чтобы мы здесь, на Украине, могли говорить на равных с миром и быть участником верстки глобального плана. И я уверена, что наш форум Ukrainian ID имеет все шансы стать действительно одной из самых влиятельных диалоговых платформ для начала Восточной Европы. Ну да, я с вами согласна, но мне кажется, что есть какие-то диалоги, которые можно вести и нужно вести в Украине, чтобы мир приезжал к нам. Но вот если по поводу минских договоренностей, это немножко другая абсолютно тема. То есть эта площадка, как говорится, нейтральная территория не в стране агрессора, не в Украине, а вот где-то посрединке. Хорошо, но это другой вопрос. И вот в этом контексте как-то вы сказали, что нам нужна гуманизация экономики. Я так понимаю, что отчасти этому будет посвящена какая-то часть и форума, который в этом году будет происходить. А что имеется в виду под гуманизацией экономики? Вот как это практично можно сделать, да, и этот форум, который вы проводите, как может в этом помочь? У нас тема революция ценностей. Она избрана не случайно. Мы предполагали, что этот год будет достаточно таким определенным в смысле рубиконом для нашей страны. Это год выборов, президентских, парламентских выборов. И мы рады, что состоялся вот этот перелом. Всегда на стыке эпох, столетий. Интересно планировать. И мы хотим, чтобы изменилась стратегия развития нашей страны, чтобы она, во-первых, появилась, а во-вторых, чтобы в приоритете в конце концов стал человек. Человек — это главный бенефициарий и ВВП, и всего, что производится нашей экономикой, нашей промышленностью, потому что мы забываем о самом главном. Мы считаем, что человек — это самый ценный капитал для страны. И мы понимаем, что надо делать все возможное, чтобы его приумножить, чтобы повысить его качество и чтобы всячески приостановить вот этот ток наших граждан из Украины. Поэтому гуманизация экономики, поэтому мы идем по пути создания новой стратегии безопасности страны. Если всегда в странах постсоветского пространства превалировала тенденция national security — это пушки, танки, наращивать боеспособность армии — это необходимо. Но это для преодоления посредствий военной агрессии. А что сделать для того, чтобы предупредить это, чтобы не допустить к высокому уровню сепаратизма, чтобы не допустить к тому, чтобы граждане собственной страны были настолько подвластны чужой идеологии. И мы абсолютно уверены, что если собственная страна не занимается культурой и образованием собственных граждан, их культурой и образованием занимается другая страна. Результаты этого весьма страшны и плачевны, это не только сепаратизм, это утраченные территории, это потерянные десятки тысяч прекрасных жизней. Поэтому мы хотим отрезвить наш будущий парламент, наше будущее правительство, вот эту государственную машину, расставив вот эти рэперные точки, что есть основным приоритетом. Основным приоритетом есть человек. И инвестиции это самое окупаемое, что может быть для экономики. Так понимаю, это одна из тем, которые будут обговариваться. Это ключевая тема, это красная линия, красная нить, которая проходит через все панели, чего бы они ни касались. Экономики, безопасности, энергетики, водных ресурсов, инфраструктуры, везде будут сквозить вопрос ценностей, что есть основной ценностью и для чего. Мы должны строить вот этот перспективный план, какой мы хотим видеть нашу страну. Не сегодня, а через три месяца, через два года наши политики джонглируют этими популистическими обещаниями, прикрываясь лозунгом про европейские ценности. Но реально, что есть ценность? Мы считаем, что ценность должна быть целью, что ценности должны быть в преамбулах проектов, законов. Они должны быть в приоритете политиков, чиновников и хватит декларации. Мы должны понимать, что ценность должна стать целью. Ну, очевидно, что те люди, которые будут принимать участие в форуме, люди дальновидные, да, у которых есть, может, понимание, может, не совсем четкое и окончательное, но отчасти понимание стратегии Украины. Но как это происходит, что вот умные люди, грубо говоря, да, они собираются в тесном кругу, они между собой разговаривают и как бы все понятно, но каким образом, может, вы или будут приглашены там политики, опять же, представители парламента, чтобы вот эти месседжи, которые прозвучат во время форума, да, они попали в ту среду, где эти месседжи будут полезны. Каким образом, вот это если мы уже говорим о результатах форума, каким образом вот то, что обговаривается, да, какие-то вот, может, предложения, решения, да, наброски, они уже потом попадают к тем людям, которые, собственно, принимают решения и определяют вот эту стратегию страны. Да, вы абсолютно четко сформулировали главную цель нашего форума, что этот форум, мы просто собрались и поговорили, этот форум для наработки концепции, для обсуждения новых стратегий, этот форум, который проходит на самой высокой трибуне страны, на Тарасовой горе, в городе Каневе, где сберегается душа украинского народа, где похоронено сердце, хранится сердце великого Тараса Шевченко. Именно на этой высокой трибуне и будут обсуждаться, проводится это гражданское обсуждение фактически всех новых концепций, это уже, ну, определенный тест, это высокая экспертиза, и проигнорировать наработки этого форума уже будет невозможно. Поэтому мы будем четко отсреживать, каждый форум имеет коммунике, итоговое коммунике, и коммунике этого форума, который мы огласим 8 июня на Тарасовой горе, называется Конституция ценностей. Фактически все наработанное, оно войдет в такие консолидированные документы, стратегии, концепции, и вот этот самый главный кульминационный вывод, он будет заложен в эту Конституцию ценностей. Мы, в принципе, и хотим издать такую книгу ко дню Конституции, которая будет называться Конституция ценностей. Кто спикеры форума, кого вы приглашали в роли спикеров, кого вы приглашали в роли гостей, может, уже договорились или еще до сих пор ведутся переговоры с представителями команды Зеленского, может, и самого Зеленского вы, опять же, приглашали, как человека, который вот уже сейчас президент Украины, и которому, по сути, да, и выстраивать эту новую стратегию развития Украины. Владимир Зеленский есть основным адресатом всех этих стратегий, поскольку парламент распущен, правительство тоже, и от новой команды зависит вектор развития страны. Сейчас уже сложно быть субъективным президентом, потому что гражданское общество достаточно четко следит и, видите, имеет свойство менять не то что политические взгляды, а политиков высокого ранга, которые не оправдали их доверие. Поэтому есть к чему стремиться. Да, я пригласила новую команду в лице президента и в лице его официальных советников. Ждем, надеемся, ждем. Пока что нет ответа. Никакой международный визит не помешает этому. В принципе, есть позитивный настрой на то, чтобы Канев стал именно первой точкой в официальных визитах по регионам Украины, нового избранного президента. Ну да, еще до 7-8 июня времени есть, для того, чтобы подумать и дать ответ. И может, все-таки господин Зеленский или кто-то представитель его команды посетит форум. По поводу спикеров. Это люди известные, люди, лидеры мнений. Кто в этом году? Мы приглашаем форум международный, и для нас очень интересно не просто барахтаться в собственном гетто, анализируя какие-то наши стратегии, хотя в нашей стране достаточно много тех людей, тех лидеров мнений, к сожалению, которых не всегда удобно слушать, а еще более неудобно к ним прислушиваться. И эти люди будут нашими спикерами, нашими экспертами, будут принимать в дискуссионных панелях и платформах свое участие. Конечно, среди международных у нас широкая география. Это и американские эксперты, это и бельгийские эксперты, британские, немецкие. Будет достаточно много послов, которые представляют Украину. Это подтвердили свое участие посол Бельгии, посол Германии, посол Канады. И мы продолжаем получать подтверждение в эти последние дни перед открытием форума. У нас открытая регистрация, и каждый желающий, приобретя регистрационный билет, может стать участником форума. Можно в Канев прилететь на вертолете. Канев удивительный город, кроме того, что это город-символ. Там удивительная инфраструктура. Самый большой в Украине вертолетодром с конференц-залами, с большим аэропортом. Там самый новый речной вокзал, самый новый автовокзал, огромнейший культурный центр, который, к сожалению, не завершен на 10%. И стоит уже более пяти лет в замороженном виде. Мы там проведем концерт такого всемирно известного украинского баса, оперного певца, который получил два Грэмми, Анатолий Кочергий, который даст благотворительный концерт в поддержку этого культурного центра. Параллельно будет проходить тоже международный благотворительный фестиваль «Шево-фест». Это фестиваль очень современной музыки, литературы и искусства. Так что всем будет интересно, весело и достаточно насыщенные дискуссионные дни 7-8 июня. И интересный интертеймент, который даст полное понимание о визе Украины, о том, какие тенденции в бизнесе, в экономике и в культуре. Ну и вот напоследок еще интересно, что на форуме вручается премия Украины «Ади Эвордс». И в прошлом году лауреатами стали украинский узник Кремля Олег Сенцов, экс-министр финансов Наталья Ереська и глава благотворительного фонда Ольга Бондаренко. Кто намеренирован в этом году и может по каких-то личностях у вас есть объяснение, почему именно они? Да, мы очень хотели лично вручить премию Олегу Сенцову, лауреату первой премии «Украиня найди Эвордс». К сожалению, это не случилось. Я верю, что это может произойти в самое ближайшее время. Дай бог ему здоровья и выдержать все это. Премия – это еще одна такая неотъемлемая часть форума, кроме итогового коммуникая. Премия «Украиня найди» была впервые учреждена в прошлом году. И в этом году у нас есть тоже три номинации. У нас нет номинантов, у нас уже будут оглашены лауреаты. Потому исключительное право отбирать премию – это у экспертов форума и у борда форума. И это будут номинации за гуманизацию общества, за приумножение культурного капитала и за исключительные успехи в экономике и в развитии комьюнити местных громад. Я так понимаю, что поскольку нет номинантов, только лауреаты, то это пока что держится все в секрете информации. Об этом мы уже знаем 7-8 июня, да? Да, приезжайте. Ну что ж, спасибо вам огромное за разговор. Я желаю конструктивного, наполненного, успешного форума в эти дни. И напомню зрителям, что гостья программы «Лицом к лицу» была президент форума Ukrainian ID Наталья Заболотная. Я, Христина, с вами прощаюсь. Но вы оставайтесь в ЕйТиВи, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине.